Сейчас мы поговорим о таких событиях, которые называются «Аль-Исра» и «Аль-Ми'радж». «Исра» — таким словом называется путешествие, пророк Алей-Салам, из Мекки в Бейт-Аль-Ма'кдис, то есть то, что называют в Иерусалиме. «Аль-Ми'радж» — это вознесение пророка Алей-Салам из Бейт-Аль-Ма'кдис на небеса. В одной из ночей мы не знаем, что это было за ночь. Но даже если бы мы знали дату этой ночи, мы все равно не могли бы делать что-то в ней особо. Джибрил явился к пророку Алей-Саламу Алей-Саламу, вместе с ним было животное, которое называлось «Бурат». Пророк Алей-Салам сел на это животное, и оно понесло его из Мекки в Бейт-Аль-Ма'кдис. Потом, когда он добрался до Бейт-Аль-Ма'кдис, оттуда пророк Алей-Салам вознесся на небеса, на седьмое небо. Он поднялся до седьмого неба, во время его восхождения он проходил через пророков. Аллах Субхану Алей-Салам в эту ночь говорил с ним. И Всевышний Аллах возложил на него и его ум в совершении пятидесяти намазов в день. Пророк Алей-Салам начал спускаться. И когда он проходил мимо Мусы, Мусы в мире ему спросил пророка Мухаммада, «Какую обязанность возложил на тебя Аллах?» Он сказал пятьдесят намазов. Мусы посоветовал пророк Алей-Салам вернуться к Аллаху и попросить у него облегчения. Пророк Алей-Салам вернулся к Всевышнему Аллаху и Аллах Субхану Алей-Салам облегчил ему, сняв с него обязанность, сняв пять намазов с него. Он снова вернулся к Аллаху и 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 Аллаху уменьшил количество намазов еще на пять намазов. Пока, и вот так он продолжал просить возвращаться к Аллаху и Аллаху и Аллаху, пока количество обязательных намазов не дошло до пяти. И Мусы опять сказал ему, вернись к твоему Господу и попроси еще облегчения. Пророк же ответил, саллаху и Аллаху и Аллаху и Аллаху и Аллаху, я уже стесняюсь моего Господа. Всевышний Аллах обменил в обязанности вот эти пять намазов, но они по награде своей равны пятидесяти намазов. Пророк Али Саратуссан вернулся в Мекку и сообщил людям о своем путешествии из Мекки в Бейт-Уль-Макдис. Но жители Мекки не поверили им. Стали издеваться над Пророком Али Саратуссан и сказали про него, что он лжец. И даже те, которые приняли Ислам, отступили от веры, когда услышали об этом. Пришли к Абу-Бакру и сообщили ему о том, что говорит Пророк Али Саратуссан. Сообщили ему то, что говорит Пророк Али Саратуссан, что он ему рассказал. И Абу-Бакр дал им следующий ответ. Если Пророк Али Саратуссан сказал эти слова, значит это правда. И с этого дня стали называть Абу-Бакра Ас-Сиддик, то есть правдивейшим. Первый намаз, который совершил Пророк Али Саратуссан, это обеденный намаз Аз-Зуфр. Это событие произошло за три года до переселения Пророка Али Саратуссан в Медину. ИНТРИГУort, САУРИХ, ПОЁТ, ИНТРИГУУСТИ ИНТРИГУУЮЩАЯ МУЗЫКА АЛЬСЕЙ, ПОЁТ, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...